ребята всем привет вы на канале возьми сделай возникло во время стрима несколько вопросов и со самые интересные вопросы сейчас я именно постараюсь вам немножко озвучить и показать значит задался следующий вопрос какой процент из грибных блоков которые я изготавливаю и уйдет в брак то есть брак грибных блоков сейчас я вам покажу у меня здесь стоит порядка 90 грибных блоков которые делаю во время стрима это в основном и вот покажу вам с какой процент у меня порченых грибных блоков ну зараженных там ну и так далее не знаю ну что какой брак чем там испорчены что тут будет так ну давайте пройдемся в начало верхние блоки это самое первое они самые старшие как видите блоки беленькие вот-вот будут выходить на полношение это 27 февраля делалось сегодня у нас если пятнадцатая помощь какое число 7 чуть больше чем 2 недели получается так как видим с первой партии с первой партии блоков зараженных и больных грибов нет моих углевого блоков так тут я делал через день 1 марта да то есть 28 до через день отдел тоже грибные блоки смешанные субстраты тут короче говоря тоже они очень беленькие очень беленькие давайте посмотрим сколько вот здесь процент больных больных так не нашел я со второй партии тоже нету в браковке и вот 6 числа делал грибные блоки меньше белые чем в отличие от двух предыдущих это и не не удивительно потому что они старше на 5 дней в общем на этих блоков тоже нету в браковке то есть при тех условиях ну эта тема как бы уже подумалось а у меня при тех вот всех нарушениях там что я делаю вот в браковке по дереву постучал в браковке нету вот так что вот ребята тому там тем пользователи которые задавали вопрос по поводу какой проценту браковки вот вам ответ визуальной в браковке у меня нету все блоки в порядке так еще еще такой вопросик вот по поводу конденсата то влажности грибных блоков самое идеальное как по мне самое идеальное вот когда мы на блок смотрим и под пленкой у нас большое количество скоплений на пленочке большое количество скоплений капель и это это означать может только лишь одно что это тот субстрат который должен быть вот он просто ну я не могу назвать конечно идеальный но он просто тот который должен быть давайте посмотрим что у меня на дне на этих блоках то так сейчас выдвину его немножко что у меня тут на ней ничего на дне все беленькая на дно этот конденсат который на пленке он на дно не скатывается и не знаю кому-то каким-то этим грибоводом мешает конденсата ничего начинает мутить с этого конденсата что там мутить все под пленочкой с конденсат это все четко и все круто и все классно то есть этот конденсат будет потом грибам нашим давать влагу я так понимаю это ешь простым языком это все вам объясню будет давать влагу нашим грибам и грибы наши будут расти очень очень хорошо влажность да видите у меня у меня нету на на дне никаких этих самых него я тут дырки не прокалываю в этих блоков вот она у меня как есть я ничего не делаю не парень и не парюсь по поводу конденсата так дальше что так ребята пока тут у меня сейчас это помещение отыгрывает роль инкубатора инкубатора я но меня просили рассказать немножко про вентиляцию какая здесь вентиляция вообще то есть это помещение у меня сейчас играет роль инкубатора но у меня здесь стоят вентиляторы и потом я запускаю и здесь прорастное помещение смотрите вот здесь у меня есть один вентилятор он слабенький слабенький не знаю там кубов 150 если крутит это кстати те вентиляторы кто если долго на моем канале подписаны это те вентиляторы из которых я вытягивал те теплопредохранитель вот они до сих пор слава бог работы значит один вентилятор там стоит это приточный вентилятор один вентилятор здесь стоит но сейчас я его убрал сейчас от блок уберу это ребята специально за тех кто ну недавно подписался на канал и как бы не знает что там у меня есть как бы эти все ролики вот и краткий обзор здесь стоит вентиляторы качает сюда воздух вот два приточных вентиляторами один в одном углу другой во втором углу то есть они отработают одновременно и качает воздух тут гоняет по всему помочь по всему помещению здесь стоит у меня конечно мощный вентилятор здесь на двести там четыридцать кубов чешу вентилятор обычный бытовой и еще одно отверстие у меня вот там вот блин ну короче самом низу одно отверстие и тоже обычно там ставил вентилятор у меня но сейчас я его оттуда вытащил вот вот эти два приточных вентилятора нагоняют в помещение воздух и походу вот делается короче какое-то давление и она я просто подставлял туда руку она там выдавливается без всяких вентиляторов этот воздух уходит так что оттуда я вытащил вентилятор вот и про и еще один вентилятор и оставлю просто по помещению ну блин я же говорю то что сейчас я убрала сюда эти сенте аторы вот по помещению я просто циркуляционный по помещению тут и он его постоянно гоняет воздух чтобы сбивать самой самих грибов самих блин как они там ну сначала с примордией потом естественно из этого самих грибов светочек вот углекислый газ когда углекислый газа ставится над грибом гриб начинает опушиться там в нашу это я-то я сам недавно узнал такую вещь его надо этот углекислый газ постоянно сдувать гриба вот он когда рецепт рециркулирует воздух по помещению просто делается движение воздуха то есть гриб грибы растут кстати нормально получше то есть был вопросами какие там красивые грибочки вот так сейчас все быстренько пробежимся по отоплению по отоплению ребят у меня здесь теплый пол и вот такой вот такой самодельный радиатор самодельный радиатор сейчас не работает он у меня сейчас отключены сейчас у меня здесь помещение греет только теплый пол на улице сейчас по ночам заморозки бывают но теплого пола мне хватает чтобы как бы подогреть вот так вам не будет видно я сейчас скажу где-то нас радуса сейчас здесь плюс вот но печку я растопил вот недавно он немножко про температуру хоть уже сто раз об этом говорил значит про температуру сейчас 18 наберется она там 18-19 наберется на 20 можно 22 градусов а потом это все опять может упасть и вы сегодня заходил помещение днем еще печка ну то есть она ночью топится последний раз там подбрасывается 12 часов ночи примерно все потом постепенно печка потухнет и свин остывает днем ночь было 15 грамм это к перепадам температуры до падает так температура и теплый поздно сейчас справляется с обогревом я сейчас включу этот радиатор здесь вообще будет жилища до 30 градусов она никому не нужна и параллельно сразу скажу про увлажнение то есть это сейчас здесь не сильно важном увлажнение понемножку здесь увлажняю смотрите теплый полу мне ну сейчас вот кстати да я хотел сейчас тут 18 градусов написано сейчас я положу на теплый пол градусник ну я так скажу образно говоря то что у меня не теплые по сути он у меня горячий потому что в отоплении набирается температура к там 70 градусов ли сколько вот сейчас немножко про увлажнение скажу нет у меня тут не этих самых увлажнение моем грибном помещении производится вот вот в такой способ сейчас буквально минут не знаю там за 20 это все горячие горячий теплый пол возьмет это все испарит испарит и тут сразу будет повышаться температуру влажным вот вот это у меня увлажнитель воздуха вот такой вот и когда грибы растут вот это не знаю самое четкое увлажнение то есть пришел но я знаю пару раз в день раза два три полил пол она испарилась и все классно вот другое дело когда пол холодный на поливаешь на принципе смысла здорово там не на увлажнение вот в такой способ вот вообще шикарно ты откидываешь термометр сколько секунд прошло нот он лежит сейчас на полу показывает 25 градусов полежит может чуть-чуть еще подогреется так то это все понятно все рассказал про свой брак про влажное про конденсат в этих грибных блоков что еще надо было рассказать а вентиляции немножко рассказал про отопление рассказал и про увлажнение помещения рассказал вот принципе не получилось это все вместить очень коротко вроде бы вроде бы казалось что тут что тут показывать что-то рассказать ну тут такие вот ребята дела вот так оно все работает конечно же я хочу со временем тут приобрести поставить датчики и co2 и влагу мерять и термо короче все хочу но вот пока на данный момент все происходит вот так шипит впитывается этот вода стяжку теплый пол ничего чердина есть сколько там радус а ну до 30 поднялась все на полу вот это сейчас тут еще побрызгаю немножко а то у меня тут блоки уже на плодоношение должны как бы выходить надо влажность но так прям раз буль-буль-буль и все вот все когда тут выйдут на плодоношение от грибы я включу эти вентиляторы которые будут мотать мне тут воздух качать и циркулировать по помещению и все дай боже ребят если возникают какие-то вопросы задавайте вопросы буду буду рад вам ответить на них надеюсь видео вам было полезным и познавательным ну тем кто уже давно подписан на мой канал может и вы на вы найдете схожесть на по видео то что я повторяю да ну опять же те кто новые подписчики приходят как бы задают одни и те же вопросы вот-вот свеженький значит такой обзор шик сделал по помещению это сейчас она мне это помещение у меня как бы инкубационная и вырастное будет и потом потом попозже я немножко расскажу про выводы сделанные по помещениям то есть как вот разделяться помещение разделять одно инкубационное другое для выгонки грибов своими мнениями поделись но все что ребят все давайте всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайкосики до встречи в новом видео